Четверть населения страны ходит в суд как на работу, а ведь это время можно было бы потратить на личное развитие, семью и другие более полезные дела. Большинство гражданских дел связано с семейными тяжбами, разводами, алиментами, разделом имущества. За 2017 год только в Октябрьской области распалось 1722 семьи. Это значит, что свыше 6000 детей воспитываются в неполных семьях. И как считают представители Верховного Суда, таким образом теряются духовные ценности. К сожалению, в судебной системе Казахстана зарегистрировано около трех миллионов исковых заявлений. Учитывая, что судятся всегда две стороны, это значит, что по всей стране судятся до 6 миллионов человек. Случается, что это муж и жена, ребенок и родитель, брат и сестра. Если так и будет продолжаться, то это будет плохо отражаться на настроении внутри страны, на нашей государственности, единстве и даже независимости. Ситуация вызывает тревогу, именно поэтому Верховным судом страны запущен проект примирения до суда и в суде. Данная программа разработана, исходя из тех проблем, которые имеются у нас в стране в связи с низким уровнем применения, предусмотренных законом примирительных процедур. К этим процедурам относится медиация, но не только. В Гражданско-процессуальном кодексе заложено также порядок примирения, как партисипатив. То есть это соглашение по делу, которое заключается с помощью адвокатов. Кроме этого, в суде люди могут заключить мировое соглашение, но наш проект главным образом направлен на развитие примирительных процедур вне суда. Несмотря на преимущества проекта, мало кто использует эти инструменты. Только за прошлый год они были применены лишь в 5,5% всех дел, предусматривающих применение программы примирения. А ведь она подразумевает качественное разрешение и завершение споров, избежание моральных и материальных затрат, взаимное согласие сторон. Именно это и пытались донести сегодня спикеры до октябренской общественности. Асель Кинжалина, Алексей Уразов, программа «Факт». Асель Кинжалина, Алексей Уразов, программа «Факт».